Странный пруд белого цвета образовался относительно недавно, но уже кишит опарышами и, по словам представителей санэпидстанции, отравил почву. Сотрудники природоохранной прокуратуры совместно с полицейскими прибыли на место сразу же после звонка жителя микрорайона Семчина, который и обнаружил канаву, наполненную отходами молочного производства. Был произведен выезд на место и установлено, что действительно на поле внедалеке от улицы Семчинская и улицы Школьная, действительно в овраге, находится жидкость визуально и по запаху похожа на жидкие отходы от молочного производства. Невдалеке от данного места расположен цех молочный. Будем анализировать результаты лабораторных исследований, соответственно, будут проанализированы выводы специалистов, которые привлечены к прокурорской проверке. Помимо явного нарушения природоохранного законодательства, выясняется, что предприятие не имеет никаких разрешительных документов на работу. Молочная продукция изготавливается в условиях, не соответствующих санитарным нормам, да и хранится также. При этом во время рейда не удалось выяснить, куда же в дальнейшем направляются контейнеры с творогом и другой, в простонародье, кисломолочкой. Где же они реализуются? Объемы внушительные. То есть на настоящий момент в цехе находится продукция готовая, да, в больших объемах, в частности творог. Вы пообщались с руководством цеха? Да, 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 да. Действительно, предприятие не оформлено, индивидуальный предприниматель не оформлен, вся деятельность осуществляется частным образом. Со слов руководителя, вернее физического лица, который эту деятельность организовал и осуществляет, исходным сырьем является молоко, которое собирается по деревням, то есть у физлиц также. В общем-то, ну, с его слов, по крайней мере, так. Но производственные деятельности, технологическое оборудование и объемы, которые были обнаружены на месте, свидетельствуют о том, что это именно производственная деятельность, связанная с реализацией молочной продукции. Сейчас органами прокуратуры будет проводиться тщательное расследование, после чего будут приняты меры в отношении нерадивого молочного короля. И все же остается непонятным одно, как местные жители не заподозрили неладное раньше, ведь специфический запах кислого молока наполнил воздух и наверняка уже успел проникнуть в соседние частные дома.